Намаскарам, Садгуру, в чём разница между инстинктом и интуицией? Чему лучше следовать, инстинкту или интуиции? Инстинкт — это процесс выживания. Это природный инстинкт самосохранения, который, возможно, ослаб в нас из-за жизни в искусственной среде. Но если вы снова вернётесь к жизни на природе, то очень скоро обнаружите, что инстинкт выйдет на совершенно иной уровень. Итак, инстинкт — это один аспект. Интуиция — другой аспект. Инстинкт — это определённое измерение физического восприятия. Интуиция не является восприятием. Интуиция — это иное измерение обработки информации. Тот, для чего логически требуется один, два, три, четыре, пять шагов интуитивно. Бам! Один шаг. Вот и всё. Как же развить интуицию? Существуют разные методы. Шамбовый Махамудра, который вы выполняете, определённо усиливает вашу интуицию. Но не пытайтесь развить её сознательно, потому что начнёте строить догадки. Догадки — это не интуиция. Интуиция означает, что вы просто знаете, отчётливо знаете, настолько ясно, что можете доверить этому свою жизнь. Догадки только запутают вас. Я это нутром чую. Есть такие люди, которым вечно что-то говорит их нутро. Наверное, из-за плохой еды. Существуют специальные методы для развития интуиции. Существует определённая система йоги, которые полностью ориентированы на левую сторону. Йога, которую вы изучаете здесь, со мной, на такой программе, как эта, призвана привнести равновесие между правой и левой стороной. Ведь вы хотите жить нормальной жизнью. Некоторые системы йоги вообще не заинтересованы в том, что вы называете нормальной жизнью. Они направлены на то, чтобы развить интуицию и видеть жизнь особым образом. Они закрывают правую ноздрю пчелином воском. 12 лет. Один солнечный цикл. 12 с четвертью лет. Правая ноздря закупорена. И тогда логический ум почти отмирает. У вас не останется мышления, но вы просто будете всё знать, как кобра. Вы когда-нибудь брали в руки змей? Нет. Если взять в руки змею, особенно кобру, она так восприимчива. Рядом с Шивой всегда изображают кобру, потому что каждый йогин в своё время носил с собой змею. Как раз вчера один человек напомнил мне, что в культурах Ближнего Востока, в частности, в христианском мистицизме, изображали людей с посохом в виде змей. На Ближнем Востоке кобры не водятся. Так что они изготавливали посох или находили палку, похожую на кобру, и пытались использовать её. Вы можете заметить такой посох у Моисея во многих других местах, но в Индии йоги навсегда носили на себе живую кобру. Потому что кобра необыкновенно восприимчива. Кобра, которая находится здесь, на горе Чамунди, перед землетрясением в Калифорнии, которое ещё не началось, и Шкала Рихтера молчит, но кобра уже начнёт вести себя по-другому. Если вы достаточно проницательны, то сразу поймёте, что произойдёт. Кобра настолько восприимчива, что знает о намерениях Земли. Не о том, что происходит, а о намерениях. Вот почему вы видите, что Шива держит кобру здесь, рептилию, ползучее существо, он мог придержать её внизу. Шива держит её здесь, потому что так он заявляет, «Ты настолько же хороша, как и я». У него три глаза. Он видит всё, что только возможно. Но он говорит, «Кобра ничем не хуже меня. Если вы поклоняетесь мне, то должны поклоняться и ей, потому что она так же хороша, как и я. Она видит столько же, сколько вижу я». Вот почему кобра приобрела такое большое значение. Если вы видите йогина с коброй, не меня, других, которые весьма своеобразны, кто носит кобру и надевает на левую руку зелёные браслеты из стекла, если вы посмотрите на их правую ноздрю, то увидите, что она закупорена пчелиным воском. Если вы увидите, что у такого йогина в ноздре нет пчелиного воска, это значит, что он завершил свой солнечный цикл в 12 с четверти лет, и он стоит того, чтобы побыть с ним. В нём есть кое-что такое, что вы даже представить себя не можете. Вам не нужно этого делать. Вы можете выполнять простую практику Шамбови. Она определённо раскроет это измерение. Но перед тем, как вы отдадитесь интуиции, очень важно, чтобы логическое измерение в вашей жизни было устроено правильным образом. Иначе любой глупец, который не может трезво мыслить, будет считать себя интуитивным. Да. Сначала сделайте логическое измерение своей жизни предельно ясным. Затем исследуйте интуицию. Это будет замечательно. Если же вы попытаетесь проникнуть в интуитивное без окрепшей логики, это приведёт вас к ещё большей путанице. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова